Всем привет! Следующий параметр, следующий фильтр, который у нас идет, это Gimbal Killer. Что такое Gimbal? Честно говоря, на русском языке по 3D графике я не особо много нашел информации на данную тему, но вот материал в Википедии, я оставлю ссылочку на него, скорее всего подразумевается ситуация, когда в результате вращения трех взаимно перпендикулярных осей создается такой момент, когда все три оси переходят в одну плоскость. Вот как показано на данной анимации. И когда две или три оси переходят в одну плоскость, считается, что гироскоп теряет свою стабильность. То есть вот изначально это связано было с этим. Что касается в 3D графике и вот этого понятия Gimbal, частично об этом рассказывает Арсений на своем канале «Как создать мультфильм». Я тоже на это оставлю ссылку. Вы посмотрите, поковыряете и решите сами, нужно оно вам, не нужно. Но тема мало раскрывается, к сожалению. Если вы найдете еще какие-то уроки, скиньте под это видео, мы посмотрим вместе. Касательно нашего примера анимации, я применил данный фильтр. Вот нажмем «Превью» и мы увидим, что каких-то глобальных изменений он не вызвал. То есть вот сохраняются подергивания руки, сохраняется подергивание стопы. Видать, почему сильно данный фильтр не действует. Потому что вот таких вот схлопываний по трем осям не получается. Я, значит, открыл в синке такой же проект, как показывал Арсений. Вот у меня имеется сфера. Но, честно говоря, вызвать искусственно вот такую ситуацию, когда бы схлопывались оси, я не получил ни в локальной, ни в глобальной системе координат. То есть по какой бы оси бы я ни двигал объект, они всегда сохраняются взаимно перпендикулярными. Вот перейдем в глобальные. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как в синке можно вызвать такой же эффект. В общем, решайте сами, насколько вам нужен данный фильтр, когда он может пригодиться. А на этом данный урок закончен. С вами был Александр. Всем пока. Хотя это и уроком-то не назовешь. Ну, всем счастливо. С вами был Игорь Негода.